Замедлить ключевые пункты будущей пенсионной реформы – вот что предлагают алтайские депутаты. Возраст выхода на отдых поднять всего на три года для всех, а срок выхода увеличивать еще постепеннее, чем пока по законопроекту – по шесть месяцев в год. И не забывать про специфику регионов. Учесть в особой категории граждан, которые назначается досрочная пенсия, льготное назначение пенсии – это те, которые работают в сельском хозяйстве, оператор машинного доения, механизатор животновода. Снижение срока льготным категориям граждан – это у нас медики, педагоги, творческие работники. В рабочей группе идею поддержали. Но, по мнению агропромышленников, в таких условиях пора вновь индексировать выплаты работающим пенсионерам и привлекать кадры дополнительным стажем. Нужно включать в трудовой стаж – это учебу в высших учебных заведениях. Отработал в отрасли не менее 25 лет. Значит, наше предложение нужно включать в трудовой стаж. Внести корректировки в законопроект, который обсуждают в регионах уже два месяца, до сих пор готовы не все. Некоторые участники и сегодня называют его не до конца продуманным. На четырех работающих, когда принималось, был один неработающий, а сейчас типа наоборот. Так вот, когда принималось, на БК везли 20 центнеров. Сейчас на КАМАЗе везут 20 тонн, на Тонаре еще больше. Топ-лайнер убирает, что мы будем делать с нашим населением. Работа населения будет. 50% жителей Алтайского края работает в селе. Возможности для развития бизнеса ограничены. Край ежегодно теряет десятки тысяч рабочих мест. Сначала необходимо принять те программы, о которых говорится. Программы по трудоустройству, программы по повышению заработной платы. Решить вопрос по увеличению продолжительности жизни. Все предложения рабочей группы краевого законодательного собрания сформируют к 21 августа. В этот день в Госдуме рассмотрят поправки, которые поступят из регионов страны. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.